Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 5 класс. Master chef. Ice cream. Мороженое. Cake. Торт или пирожное. Cake. Olive oil. Масло оливковое. Olive oil. Chocolate. Шоколад. Chocolate. Sugar. Сахар. Sugar. Jam. Варенье. Jam. Butter. Масло сливочное. Обратите внимание, в английском языке два слова масло. Жидкое масло. Оливковое, подсолнечное. Солнечное. Это будет oil. А вот твёрдое масло, такое как сливочное, это будет butter. Sausage. Сосиски. Eggs. Яйца. Eggs. Chicken. Chicken. Цыплёнок. Курочка. Chicken. Milk. Молоко. Milk. Cheese. Сыр. Cheese. Meat. Мясо. Meat. Fish. Рыба. Fish. Cabbage. Капуста. Cabbage. Garlic. Чеснок. Garlic. Grapes. Виноград. Grapes. Cherries. Вишня. Cherries. Pineapple. Ананас. Pineapple. Orange juice. Апельсиновый сок. Orange juice. Onions. Лук. Да, я понимаю, что написано О, но читать надо. Onion. Onion. Лук, а onions, ну, лук во множественном числе. Lemons. Лимоны. Lemons. Tomatoes. 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 Pasta. Макароны. Pasta. Rice. 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 Bread. Хлеб. Bread. Cereal. Хлопья. Cereal. Strawberries. Клубника. Strawberries. Vocabulary. Ваш словарный запас. Food and drinks. Еда и напитки. Задание первое, страница 98. Listen and repeat. Послушайте и повторите. What names of these food or drinks are sound similar in your language? Какие названия вот этих напитков и продуктов звучат похоже в вашем языке? Чоколит. Чоколит. Похоже. У нас говорят шоколад. Чоколит. Джем. У нас тоже есть джем. Кейк. У нас тоже есть кейк. Кекс. Милк. Милк. Молоко. Похоже. Ну, томата, конечно же. Томат. Райс. Рис. Похоже. Паста. Мы тоже знаем, что макароны называют пастой. Вот, наверное, собственно и всё. Which do you eat, drink for breakfast, lunch, dinner? Что вы едите и пьёте на завтрак, ланч, обед и на ужин? Когда вы будете писать, что вы едите на завтрак, обед и ужин, не забывайте использовать время the present simple tense. Если я или множественное число, глаголу ничего не добавляется. Вы будете писать о себе. Поэтому глаголом есть вы не будете ничего добавлять. Вот, что мы могли бы написать. I eat for breakfast eggs or porridge. Я ем на завтрак яйца или кашу. I drink tea. Я пью чай. I eat for lunch soup and roast chicken with roast potatoes. Я ем на ланч, ну, на обед, суп и жареного цыплёнка с жареной картошкой. Надо сказать, что в английском языке два слова «жареный». Roast – это жареный на сливочном масле, а ещё есть fry, отсюда free. Это жареный на подсолнечном или на оливковом масле. То есть, зависит от того масла, на котором жарят. I drink juice. Я пью сок. I eat for dinner pasta with meat. Я ем на обед или на ужин макароны с мясом. I drink milk. Я пью молоко. Вы, конечно, можете написать что-то своё. Я даю только образец. Самое главное, не забывайте использовать время. The present simple tense. Если я или множественное число к глаголу ничего не добавляется. I eat – я ем. I drink – я пью. Под буквой B. Which of the foods in the pyramid do you like, not like? Какую из еды, то есть какие из продуктов вот в этой пирамиде вы любите или не любите? Пример. I like cherries, but I don't like grapes. Я люблю вишню, но я не люблю виноград. Really? Действительно? Ну, например, I like cakes, but I don't like sausages. Я люблю торты, но я не люблю сосиски. I like ice cream, but I don't like meat. Я люблю мороженое, но я не люблю мясо. I like chocolate, but I don't like jam. Я люблю шоколад, но я не люблю варенье. I like cheese, but I don't like milk. Я люблю сыр, но я не люблю молоко. I like fish, but I don't like cabbage. Я люблю рыбу, но я не люблю капусту. Я люблю апельсиновый сок, но я не люблю чеснок. I like pine apples, but I don't like onions. Я люблю ананасы, но я не люблю лук. Задание под номером 2 на странице 98. Containers. Упаковки. Look at the picture and fill in the gaps. Посмотрите на картинку и вставьте пропущенные слова. Listen and check. Послушайте и проверьте. A cartoon. Или чаще говорят carton. A carton – это коробка. A carton of milk. Мы по-русски говорим пакет молока. A box – коробка. A box of cereal – коробка кукурузных хлопьев. Или просто хлопьев. A bowl – это пиала или чашка. Вот такая вот чашка. A bowl of rice. Чашка риса или пиала риса. A glass – стакан. A glass of juice – стакан сока. A packet – пакет. A packet of pasta – пакет пасты. Ну, или коробка макарон. Так тоже можно сказать. Хотя чаще мы говорим пачка макарон. A bottle – бутылка. A bottle of olive oil. Бутылка оливкового масла. Reading. Задание третье. Read the first exchange. Прочитайте первое предложение. What is the dialogue about? О чём этот диалог? How about pasta with chicken in tomato sauce for dinner tonight? Как насчёт пасты с цыплёнком в томатном соусе сегодня вечером на обед? То есть уже понятно, что это диалог о еде. This dialogue is about food. Этот диалог о еде. Listen, read and check. Послушай, прочитай и проверь себя. And how about pasta with chicken in tomato sauce for dinner tonight? Как насчёт пасты с цыплёнком в томатном соусе на ужин сегодня вечером или на обед? Дина иногда переводит как обед, а иногда как ужин. Bob, that sounds great. Звучит прекрасно. Have we got everything we need? У нас есть всё, что нам нужно. And let's look in the cupboards. Давай посмотрим в буфете. Ну или в кухонных шкафах. У нас есть паста и немного томатного соуса. And are there any onions? А лук есть? Bob, we've got a lot of onions, but there isn't any garlic. У нас есть много лука, но у нас нет чеснока. And is there any cheese? А сыр есть? Bob, there is some, but there isn't any chicken. Есть немного, но нет цыплёнка. And there isn't much olive oil. И немного оливкового масла. And ok, let's make a shopping list then. Хорошо, давай приготовим список продуктов тогда. B. Write their shopping list. Напишите их список продуктов. Then read the dialogue aloud. Потом прочитайте диалог вслух. В их списке продуктов всего три вещи. garlic, чеснок, чекен, цыплёнок, olive oil, оливковое масло. Страница девяносто девять. Грамма. Грамматика. Some, any, how much, how many. Задание четвёртое. Read the sentences and complete the rules. Прочитая предложение и дополни правила. Use some or any. Используй some или any. There are some bananas. Есть немного бананов. There isn't any cake. Нету пирожного или нету торта. Is there any pasta? Есть паста. Some и any переводятся одинаково. Несколько или немного. То есть, some переводится несколько, немного. Any тоже переводится несколько или немного. Но some используется в утвердительных предложениях, а any в отрицательных и вопросительных. Вот об этом нам вот это правило в этом вот квадратике и говорит. То же самое здесь написано, но на английском. We use some in the affirmative. Мы используем some в утвердительных предложениях. We use any in the negative and interrogative. Мы используем any в отрицательных и в вопросительных. То есть, вот сюда надо поставить слово some, а вот сюда надо поставить слово any. А переводятся они одинаково. Задание пятое. Look at the pictures and fill in some or any. Посмотри на картинки и вставь вот сюда. Some или any. То есть, еще раз. Если предложение утвердительное, будем вставлять сам. Если отрицательное, тут вопросительных нет. Но если бы было вопросительное, то тогда бы туда вставляли any. There are some eggs. Есть несколько яиц. Или просто есть яйца. Some и any не всегда надо переводить. Иногда можно вообще не переводить. There isn't any onions. Нет лука. Отрицательное. There aren't any onions. Отрицательное предложение, поэтому пишем any. There isn't any butter. Нет масла. Отрицательное предложение, поэтому пишем any. There is some cheese. Есть сыр. Утвердительное предложение. Пишем some. There aren't any apples. Нет яблок. Отрицательное предложение. Пишем any. There is some bread. Есть хлеб. Утвердительное предложение. Пишем some. Обратите, кстати, внимание. Если существительное слово посчитать можно, то пишется are. А если нельзя, то пишется is. Яйца посчитать можно. Одно яйцо, два яйца. Поэтому are. Лук посчитать можно. Одна луковица, две луковицы. Поэтому are. А вот масло сливочное, да хоть бы и подсолнечное, хоть бы и оливковое, его нельзя посчитать. Мы масло сливочное килограммами считаем или пачками. А вот если без килограммов и без пачек, никак не посчитаешь. Видите? Если посчитать нельзя, во-первых, s не добавляется, во множественное число-то не ставится слово. И во-вторых, пишется is. Чиз, сыр. Тоже нельзя посчитать. Тоже, видите? Во множественное число не ставится, s не добавляется и пишется is. Яблоки. Яблоки можно посчитать. Одно яблоко, два, три. Поэтому are и поэтому s добавили. Хлеб. Хлеб нельзя посчитать. Мы не хлеб считаем, мы считаем буханки, лаваши, булки, булочки. Но хлеб мы вообще-то не считаем. Поэтому s не добавляется, во множественное число не ставится и пишется is. Под буквой b. Look at the pictures again. Посмотрите на картинки снова. Use the words to ask and answer questions. Используй слова, чтобы задать вопрос и ответить. Вот пример. Первое слово. Banana. Banana. Are there any bananas? Есть бананы? No, there aren't any. Нет, нету. Is there an orange? Видите, артикль во множественном числе не ставится. А вот в единственном числе, если слово посчитать можно, тогда ставится. Is there an orange? Есть апельсин? Yes, there is. Are there any pineapples? Есть ананасы? No. О, yes, there are some. Да, есть несколько. То есть задаем мы вопрос. Are there any pineapples? Потому что вопросительное предложение. Используем any. А отвечаем. Yes, there are some. Да, есть несколько. Are there any lemons? Есть лимоны? No, there are not any. Нет, нету. Are there any potatoes? Есть картошка? No, there are not any. Нет, нету. Is there any cheese? Есть сыр? Yes, there is some. Да, есть. Are there any cherries? Yes, there are some. Есть вишня? Да, есть. Is there any bread? Есть хлеб? Yes, there is some. Are there any biscuits? Есть бисквиты? No, there are not any. Нет, нету. Is there any chocolate? Есть шоколад? No, there is not any. Нет, нету. Is there any milk? Есть молоко? No, there is not any. Нет, нету. Is there any carrot? Ну, лучше, конечно, спросить просто. Is there a carrot? Есть морковь? No, there is not. Нет, нету. Are there any tomatoes? Есть помидоры? No, there are not. Are there any onions? Есть лук? No, there are not. Шестое. Read the rule. Прочитайте правило. Then fill in much или many. Затем вставьте much или many. И much и many переводятся одинаково, много. Much используется со словами, которые посчитать нельзя, с неисчисляемыми существительными. А many используется с исчисляемыми существительными, которые посчитать можно. Вот это самое здесь и написано в табличке. We use many. Many или how many. With countable nouns. Мы используем many или how many. Это вообще-то сколько. В английском языке два слова сколько. Собственно говоря, конкретно отдельного слова сколько у них нет. Чтобы сделать слово сколько, они берут how, как и many, много. И вот это вот how many, если дословно переводить, дословно это каждое слово. Как много. То вот это самое how many мы на русский язык переводим сколько. То есть how many, сколько используется с исчисляемыми существительными. И вот пример. How many carrots have we got? Сколько морковок у нас есть? Not many. Немного. We use much or how much? Мы используем much, много, или how much. Сколько. With uncountable nouns. С неисчисляемыми существительными. How much rice have we got? Сколько риса у нас есть? Not much. Немного. И вот в этом упражнении нам надо вставить или much, или many. Первое. How many oranges are there? Not many. Сколько апельсинов у нас есть, или просто сколько есть апельсинов? Немного. Апельсины посчитать можно, поэтому используем many. How much rice is there? Сколько есть риса? Рис посчитать нельзя, поэтому мы используем much. Здесь much, и здесь тоже much. Какой вопрос, такой ответ. Немного. Третье. How many potatoes are there? Сколько есть картошек? Картошек можно посчитать. Not many. Немного. How many biscuits are there? Четвёртое предложение. Сколько есть бисквитов? Not many. Немного. Бисквит тоже можно посчитать. Один бисквит, два бисквита. Пятое. How much milk is there? Сколько есть молока? Not much. Немного. Молоко посчитать нельзя. Мы молоко литрами считаем, там, пакетами, чашками. Но вот просто молоко без литров, без чашек посчитать нельзя. Поэтому пишем much. Шестое. How many apples are there? Сколько есть яблок? Яблоки посчитать можно. Одно яблоко, два, три. Not many. Немного. Speaking. Портфолио. You want to cook your favorite meal tonight. Вы хотите приготовить вашу любимую еду сегодня вечером. Discuss what you need. Обсудите, что вам для этого нужно. Use the dialogue in exercise 3 as a model. Используйте упражнение 3, этот диалог, как модель. Record yourselves. Запишите сами себе. Вот оно упражнение 3. Как насчет жареного цыпленка на ужин сегодня вечером? That sounds great. Have we got everything we need? Звучит прекрасно. У нас всё есть для этого, в чём мы нуждаемся, что нам нужно. Let's look in the cupboards. Давай посмотрим в кухонных шкафах. We've got some butter. У нас есть немного масла. Are there chickens? А цыплята есть? No, we haven't got. Нет, нету. Боб и Энн о чём-то говорят. Look at the text. Посмотрите на текст. What are they talking about? О чём они говорят? Listen and check. Послушайте и проверьте. Listen and fill in the missing words 1, 5. Послушайте и вставьте пропущенные слова. Они говорят о планах на вечеринку, на день рождения. Вот пропущенные слова. Значит, birthday party plan. План вечеринки на день рождения. Дэйт. Дата. Friday 22nd January. Пятница 22 января. Time. Время. 8 o'clock. 8 часов. Number of people. Количество людей. 15. 15. Food. Drinks. Еда. Напитки. 3 large pizzas. 3 больших пиццы. 10 burgers. 10 бургеров. 1 packet of chocolate biscuits. 1 пакет или 1 упаковка шоколадных бисквитов. 4. Четвёртое. Бутылки с лимонадом. 4. Бутылки с лимонадом. 5. Activities. 5. Party games. 6. 6. 6. 6. Что будут делать на вечеринке? 7. Будут играть в игры и танцевать. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 7. 9. 11. 21. birthday party plan. Напишите план вечеринки на день рождения. Write. Напишите date, дату, time, время, number of people, количество людей, food, drinks, еду и напитки, activities. Что вы будете делать? Что мы могли бы написать? Date, дата, Sunday, воскресенье, ну а число сами пишите. Я же не знаю, когда у вас дни рождения. Time, время, 4 p.m. 4 часа дня. Ну, можете написать другое время, конечно. Number of people, количество людей, 6, 6. Можете написать 4 или 5, сколько вы хотите. Food, drinks, еда, напитки. Two large pizzas, две большие пиццы. One, birthday, cake. Один торт на день рождения. Four bottles of lemonade. Четыре бутылки лимонада. Activities, действия, квест. На день рождения хорошо всегда поиграть в квест. Но если у вас танцы, напишите и танцы. Dancing. Данцинг. Продолжение следует...